Энергическое сообщество недавно выразило недоумение по поводу того, что в Украине сегодня монополизирован по сути рынок газа, то есть действиями нафтогаза, который фактически монополизировал возможность поставки ключевым потребителям газ. В этой связи, что необходимо сделать для того, чтобы улучшить эту ситуацию, и вы как разделяете опасения энергосообщества? Ну, безусловно, и сказать, что энергосообщество выразило недоумение или что-то подобное, это ничего не сказать. Я бы назвал это протестом, потому что ситуация на самом деле беспрецедентная. До последнего момента одним из немногих факторов привлекательности газодобывающей отрасли для инвесторов, для частных инвестиций, потому что наша индустрия выглядит таким образом, что в секторе частной добычи в основном фигурируют либо частные инвесторы, либо публичные компании небольшого размера, нетранснациональные корпорации, которые там только делают первые шаги, еще ничего не добывают практически. Одним из факторов привлекательности Украины было относительно либеральное рыночное регулирование. Свободный доступ к потребителям, свободный доступ к газотранспортной системе, и в принципе достаточно стабильная история регулирования данной отрасли, какой-то правильный тренд, направленный на выстраивание нормативной базы. Своим решением кабинет министров перечеркнул эту довольно длительную, сложно заработанную историю. Своим решением кабинет министров, не обеспечив даже минимального переходного периода, поставил всю частную газодобычу, а в своей совокупности игроки этой отрасли вложили, инвестировали несколько миллиардов долларов, как минимум, перед фактом, что их инвестиции не имеют какого-либо существенного значения при принятии решений. Своим решением кабинет министров обнулил бизнес-планы газодобывающих компаний в конце года, не приняв во внимание, что многие компании закредитованы, у многих компаний вопрос денежного потока текущего является вопросом финансирования дальнейшего бурения, разведки, разработки, обслуживания кредитов, выполнения проектов, связанных с капитальным строительством, не только бурением, но и развитием инфраструктуры. Это беспрецедентный, еще раз повторюсь, случай. Такого не было за всю историю, условно говоря, независимого регулирования правил игры в газодобывающей отрасли. И единственным возможным вариантом дальнейшего развития событий является скорейшая отмена данного распоряжения и возврат к регулированию правил игры на газовом рынке путем законов с включением в экспертизу международных организаций, с обсуждением это с уже немаленьким с точки зрения объема инвестирового капитала обществом, сообществом, индустриальным. Никаких других вариантов, если честно, соответствующих здравому смыслу мы не видим. Все сопутствующие разговоры о том, что НАК нефтегаз находится в тяжелом положении, что ему нужно поправить свое финансовое положение, что ему нужно позарез поставлять российский газ именно вот этим 170 компаниям, они не выдерживают критики, потому что, поглядев на масштаб проблем нефтегаза, на историю их возникновения, представить себе, что забрав у частных газодобытчиков вот этот небольшой, в принципе, с точки зрения в целом структуру рынка, сегмент можно исправить там проблему, у которой 15 лет от роду, ярды и ярды долларов финансового веса. Это, конечно, абсурд, это, конечно, передергивание понятий, все эти ссылки на рельсионную необходимость, на тяжесть положения, они должны быть отметены, мы должны понимать, что единственный сегмент в добыче углеводородов сейчас, который еще хоть как-то растет и демонстрирует динамику, это именно частный сектор, что именно частные инвестиции на сегодняшний день это единственные инвестиции, которые там сегодня вкладываются, не обещаны в будущем, когда там Украина превратится в Сингапур и тут расцветет, так сказать, махровый инвестклимат. Частные добытчики, в том числе наша компания, наши три компании, в которых мы являемся либо акционерами, либо собственниками, они инвестируют сегодня, те деньги, которые мы готовы вкладывать и вкладываем, они работают уже сейчас. И вот это решение, конечно, наши инвестиции блокирует, потому что вопреки здравому смыслу и вопреки элементарной экономической какой-то рациональности инвестировать никто не будет. Ни частные инвесторы, ни внутренние, ни иностранные, фактически мы, знаете, консервируем ситуацию и не более того. Скажите, по вашему мнению, ход компании Chevron сейчас, рынка, которая произошла недавно, он как-то может быть связан с тем, что у нас не очень... Наверное, там наверняка сумма факторов. Знаете, Chevron, Shell, Exxon, прочие глобальные компании, компании, оборот которых превышает ВВП Украины, которые работают в 100 странах и так далее, они привыкли к разного рода рискам, имеют механизмы их оценки, отслеживания. В данном случае, безусловно, решение компании Chevron, это решение принято под влиянием суммы факторов. Если они его не разгласили, его достаточно несложно, эти факторы, прочитать. Это и в целом общий экономический кризис, это и возросшие риски, это и наличие других приоритетов. Надо понимать, что Украина, знаете, это, если себе представить международную институционную арену в нефтегазовом секторе, то это несколько десятков государств, каждая из которых конкурирует за инвестиции. Инвестор в нефтегазе, он довольно, как бы сказать, не то, что избалован, но имеет возможность довольно широко диверсифицировать свои вложения. Будь это какие-то традиционные регионы, будь это что-то рисковое, или будь это Украина, которая до последнего времени на международной институционной арене всерьез не фигурировала. И элементарная переоценка приоритетов, которая там в каждой компании делается регулярное взвешивание за и против, оно при наличии еще и таких факторов, как нестабильное законодательство, общий экономический кризис, возросшие политические риски, вот, просто отсутствие какой-то там лояльности в регионе, где собирается работать тот или иной добытчик и неспособность центральной, например, власти обеспечить эту лояльность на местном уровне. Все это приводит к тому, что деньги будут работать в другом месте. Знаете, у денежных знаков нет такого чувства, как патриотизм. Денежные знаки руководствуются экономической логикой, особенно у западных компаний, для которых там на столе из 120 регионов возможной работы Украина одна из, причем не самая привлекательная по ряду других параметров. Поэтому, забивая дополнительный гвоздь в рынок, надо понимать, что в целом на инвестиционной карте мы опускаемся на одну или несколько ступеней. А как отразилось на работе газодобытчиков повышение арендной платы, которое произошло этим летом? Отразилось прямым образом. Налог на добычу – это налог, который невозможно оптимизировать, с которым невозможно работать с точки зрения какого-то его снижения, еще чего-то. Очень простая ситуация. Ты добыл, показал объем, у тебя есть граничная цена НКРЕ, ты заплатил 55, либо 28% в зависимости от глубины скважины. Даже сама эта формула разделения на 5 километров выглядит смешно. Смотрите, скважина глубиной 4990 метров облагается налогом по ставке 255%, а скважина глубиной 5010 метров или 4999,501 в два раза больше ставкой. Начиная от того, как это сформулировано, не может быть такого водораздела по глубине, потому что ни на стоимость скважины, так сильно этот фактор не влияет в известных пределах, 4900 и 5100 – разница будет не катастрофическая. Зачем это было принято? Зачем вообще это было принято? Понятно, для затыкания каких-то определенных бюджетных дыр и т.д. и т.п. Опять же, вся эта риторика, она известна. Почему было сформулировано так неуклюже? Это, конечно, вопрос риторический. Нас никто не спрашивал, я имею в виду газодобытчиков, которых там все-таки несколько десятков, которые чего-то там уже добывают, и которые чего-то там уже инвестировали, и, в принципе, могли бы быть взяты во внимание. Те дискуссии, которые сопровождали этот проект, когда он стал известен, они, конечно, выглядели, как вы помните, очень просто. В этой отрасли одни олигархи – это не так. У этой отрасли сверх рентабельность – это не так. Какие там были еще аргументы, я уже не помню, но эти там два главных. Что мы имеем на сегодняшний день? Мы имеем на сегодняшний день похудевший денежный поток операционный. То есть, если мы возьмем выручку газодобывающей компании, отнимаем от нее, условно говоря, компания работает на глубине до 5 тысяч, отнимаем от нее налог на добычу 55%, отнимаем от нее какие-то там нормальные здоровые вещи, связанные с формированием себестоимости, оплату труда, прочие расходы. В итоге получаем такой себе, знаете, средний или низкомаржинальный бизнес, высокорисковый, в проблемной стране с огромным количеством рынков, которые совершенно не стимулируют ни к новым инвестициям, ни к новым проектам, и совершенно не стимулируют дальше здесь бурить и добывать. Компании обязаны выполнять свои программы по разработке, но, естественно, сейчас они будут всеми путями делать все, чтобы эти программы разработки уменьшить, чтобы эти программы разработки растянуть, чтобы дождаться каких-то стабилизирующих фактов. Кредитоваться в Украине мы не можем. Понятное дело, никакой бизнес не выдержит кредитов в гривне под 30 годовых, или что-то близкое к этому. Поэтому иностранные инвесторы к нам сейчас явно в очередь не стоят, скорее на выход, чем на вход. Поэтому мы тут наедине со своими проблемами. Мы взяли паузу, весь рынок взял паузу до 1 января. Сейчас начинается риторика, что этот режим повышенного налога будет продолжен. Ничего хорошего для отрасли это означает. Это, опять-таки, в лучшем случае консервация на текущем уровне добычи с какими-то минимальными проектами, направленными на выполнение формальных проектов разработки, формальных обязательств. Инвестировать в это как в бизнес, ну, практически никто не намерен, это я знаю из инсайда. Мы готовы инвестировать при условии, знаете, как говорится, обезуемся. Инвестировать при условии, что государство сделает встречные шаги. Мы просим деньги не на дивиденды акционерам, мы просим деньги не на проедание их какими-то непонятными видами затрат. У нас отняли часть денежного потока, которая должна была реинвестироваться по нашему бизнес-плану. Практически 5 лет с момента входа в этот бизнес, мы вошли в него в 2011 год, мы не планируем изымать ни копейки. Реинвестировать все, еще и догружаться кредитами. Потому что абсолютное большинство частных проектов, частных компаний в Украине, они находятся в таком состоянии, как under-invested, они не доинвестированы. В том числе и мы вошли в такие проекты, и в этом была идея нашего бизнес-плана. Сконсолидировать определенную ресурсную базу, которая позволяет нарастить добычу, нарастить эту добычу путем внутренних инвестиций, привлечь, возможно, какого-то знакового западного партнера, и развиваться дальше вместе, еще больше бурить, больше добывать. Такая была схема. По факту, что мы имеем на сегодняшний день, не прошло и три года. Изначальные предпосылки, которые закладывались в наш бизнес-план, вроде бы базировались на законодательстве, на всех этих законах о регулировании рынка газа, международных каких-то обязательствах Украины, о тренде. Все эти предпосылки обнулены. Мы имеем закрытый рынок, мы имеем удвоенную ренту, налог на добычу полезных ископаемых, по старинке рентой называем. Мы имеем колоссально возросшие политические, экономические, страновые в целом риски. Ну и, естественно, в такой ситуации все, что нормальная компания будет делать, она будет консервироваться, пытаться сохранить какое-то ядро, пытаться минимизировать инвестиции. Это же в какой-то части, даже обусловлено психологически, не только там какими-то простыми выкладками. Следующий вопрос, когда правила игры на рынке будут восстановлены? Ну, учитывая, как ведет себя Кабмин, все эти вещи, изначально устанавливаемые на срок три месяца, шесть месяцев, мне кажется, этот срок имел только одно значение. Это, знаете, чтобы легче было норму протолкнуть. Ну, это временно, ну, это на три месяца. Ну, за три месяца же никто не умрет. А никто и не умер. За три нет, за девять умрут точно. Смотрите, я просто скажу позиции Нафтогаза в этом вопросе. Да. То есть, чем он это все аргументирует? То есть, у Нафтогаза позиция простая. Они говорят, что никто не запрещает продавать там населению и, так сказать, теплокоммуномерго газ, частным добытчикам. Мы же продаем, и у нас же, при том, что Укргаздобыча продает только население газ, у нее выросла добыча там за год почти там на 2%, да, соответственно, при том, что там часть мощностей они потеряли из-за войны. Поэтому говорят, почему бы частным добытчикам тоже не, так сказать, не найти возможности для роста добычи, несмотря на то, что у них появился другой потребитель. Вот как вы можете это прокомментировать? Те цены, по которым Нафтогаз снабжает население теплокоммунэнерго, они экономически абсурдны. Поэтому принудить частных добытчиков, которые являются свободными экономическими субъектами, делать абсурдные вещи сложно. Нафтогаз к этому принудить легко, потому что акционером этой организации является Кабмин, Укргаздобыча, Нафтогаз выполняют так называемую социальную функцию, которая никакого отношения к частным институционным проектам не имеет. Поэтому это понятная риторика, наверное, какая-то единственная доступная Нафтогазу. Ну а что же они скажут, что ребята, мы там нарушили все мысли мои законы, ну вот потому что там у нас совсем все плохо с финансами и другого выхода мы не видим. Ну это, наверное, честное объяснение и вовсе понимают. Вот это вся риторика о том, что вот на самом деле речь идет о равных условиях, давайте поставлять по квоте, давайте кусок такого рынка, давайте кусок такого, давайте такого. Вы знаете, что частных потребителей крупных никто не заставлял покупать газ у частных добытчиков. Это был их свободный выбор. Давайте вспомним еще о другой стороне этого рынка. Есть добытчики, есть покупатели, но они почему-то работали с нами, а не с нефтегазом. Почему, кстати, вопрос? Точно так же, ну как минимум, потому что частные добытчики готовы предоставлять дисконт к граничной цене, которую устанавливает НКРА, и так всегда и было. И дисконты эти могут достигать там каких-то весьма существенных условий. На сегодняшний день, я не знаю, как в целом, но вот те потребители, которые ушли от нас, они получают газ от НАК нефтегаза по максимальной граничной ставке, без какого-либо дисконта. В нашей ситуации в разное время на рынке, не только у нас, говорю в целом, эти дисконты, они достигали 200 и 250 гривен. Для крупных потребителей это существенно. Вы работаете более гибко, скажем так. Конечно, безусловно, мы работаем более гибко и на условиях отсрочки расчетов. Мы работаем более гибко с ценой. И, конечно, НАК нефтегаз, он всем этим инструментарием не пользуется. Поэтому, ладно, хорошо, есть некий свободный рынок. На нем в равной степени присутствуют НАК, частные добытчики, частные потребители. Так вот, именно так и было. И частные потребители покупали у нас. Это сильно не нравилось НАКу, потому что, грубо говоря, их доходная часть, их выручка в этой части, очевидно, по их мнению, так сказать, не дорабатывалась. Вместо того, чтобы бороться с нашими рыночными методами, например, дисконтами или еще чем-то, сделали то, что сделали. Если бы это была конкурентная борьба, бог бы с ним, мы бы играли ценой. Ну, когда у тебя просто заперли рынок, ты подаешь документы и тебе их возвращают со ссылкой на постанову Кабмина, но это не называется конкуренция или создание равных условий. Не надо лукавить. Это словоблудие какое-то со стороны наших уважаемых коллег о равных условиях, равном доступе, еще о чем-то. Так и было. Потребитель мог прийти в НАК, приковать себя цепами и сказать, не уйду, пока вы мне газ не продадите. Никто этого не делал. Они уходили к нам. Просто потому, что мы продавали свой газ дешевле, наверное. Смотрите, вообще, если прийти, вы, я знаю, управляете не только нефтегазовыми активами, но и множеством других. Как группа, да. И, соответственно, если прийти к другим, ну, в загале конституционной ситуации в стране, мы знаем, что сейчас одно из требований Европейского Союза, это о том, чтобы все-таки были проведены реформы в следующем году. Да, чтобы мысли стали ежикой. И в партийном случае, чтобы, да, в этом случае денег никто не даст. Соответственно... Что вселяет надежду. Скорее разочарование, обостровало. Если чем-то украинцей можно замотивировать, то грошима. Хорошо. Что нужно... То есть, для меня, я тоже украинец. Что нужно изменить, в первую очередь, в следующем году, по вашему мнению, и насколько вообще реально что-то изменится? Ваше мнение, как... Вообще... ...который управляет бизнес-империей, по сути. Ну, знаете, с точки зрения запросов бизнеса, они на самом деле не так глобальны, как запросы международного политического сообщества, связанные там с реформированием всего и вся. Понятное дело, уменьшение госрасходов, что-то еще, что-то еще. Это такие, там, мазду вещи. С точки зрения бизнеса, вот как он есть в той ситуации, с пониманием всех сложностей, чего бы мы хотели? Мы бы хотели хотя бы среднесрочной стабильности в правилах регулирования налоговой системы, таможенной системы. Мы понимаем, что страна находится там в крайне тяжелом финансовом положении, и мы не можем рассчитывать на какие-то дотационные вещи, на программы поддержки, на всякие какие-то прочие замечательные штуки. Но все, что можно делать не деньгами, страна должна делать. Почему бы не вернуться к идеям свободных экономических зон? Да, они плохо администрировались. Слушайте, ну и телевизорами можно разбивать головы, но это не значит, что их надо перестать производить, потому что есть люди, которые разбивают от них головы. Свободные экономические зоны, льготные таможенные режимы для ввоза комплектующих на то, что делается в Украине, проблема судостроения, то, что мы не можем. Мы технически можем делать все, что угодно в Украине, но не можем организационно. Или зеленые энергетики. Тоже опираясь на практический опыт строительства завода, который делает из соломы энергетическую пилету, которая заменяет газ с пропорцией 2 к 1, 1 тонна пилет заменяет 2000 кубов газа, при этом тонна пилет стоит 50 евро, 2 тонны 100. Сколько стоит 1000 кубов газа? Сколько этой соломы в Украине? Сколько мы уже могли газа заменить? При этом, когда мы завозили немецкое оборудование, мы не могли получить льготу по НДС, потому что оказывается в Украине подобное оборудование кто-то производит. Но также можно сказать, что в Украине производят автомобили, в Украине производят самолет и все остальное. Если ты хочешь купить Боинг, тебе говорят, Боинг со льготой нельзя, понимаете, да? И так далее, и так далее. Очень много хороших декларативных вещей, которые как раз и пропихиваются при давлении международных всяких разных экспертных, экономических, политических организаций. И очень много такого, знаете, кромешного бреда в практической реализации. Этот бред всегда раскладывается на фамилии. То есть кто, что, как, кому ты идешь, начиная от премьер-министра, заканчивая начальником региональной таможенной, чтобы решить свою какую-то производственную проблему. Поэтому как бизнес мы ждем стабилизации условий, зафиксируйте их какие-нибудь уже. Перестаньте их менять раз в три месяца, перестаньте плодить распоряжения Кабмина, которые влияют кардинальным образом на экономику бизнесов. Дайте возможность, без финансовой поддержки, просто дайте возможность, дайте возможность пользоваться какими-то там верхнеуровнями, верхнеуровнями мерами стимулирования, мерами, знаете, я бы это назвал даже такой, способы фасилитации процесса. То есть все свои инвестиции мы сделаем сами. Все свои риски мы понимаем, принимаем и готовы нести. Но количество барьеров необходимо, конечно, сокращать. Это банально, но именно это на практике. И А увеличивает расходы, Б увеличивает сроки, С делает невозможным реализацию целых таких вот, знаете, отраслевых программ, тоже судостроение, например, которое все еще жизнь теплится. И даже в текущей ситуации на наши заводы приходят заказчики с судоремонтами, строительством корпусов, что-то еще, что-то еще. Потом начинается тикать. Им дорого сюда зайти, потому что канальный сбор высокий. Они не хотят сюда заходить, потому что знают, что таможня будет держать их две недели вместо 45 минут, как там в какой-нибудь Турции. И так далее, и так далее, и так далее. При этом есть целый закон о поддержке судостроения, это ДТП, всем понятно. По сути он не работает. Да, по сути он не работает, как и огромное количество других законов о поддержке чего-либо. Потому что поддержка это какие-то такие конкретные вещи. Знаете, зеленые коридоры таможенные, еще что-то, еще что-то. Система какого-то единого окна, куда тот же судовладелец или капитан судна, приедя, может обратиться и в течение 45 минут получить все необходимые документы, чтобы спокойно встать и отремонтироваться у нас. И так далее, и так далее. Это тоже ситуация, когда мы на глобальном рынке, а рынок судостроения, он как минимум региональный, как максимум глобальный, тоже проигрываем туркам, румынам, да россиянам. Скажите, а вот недавно мне довелось пообщаться с депутатом из партии «Свобода», и он довольно много чего сказал по поводу негативного о частных собственниках, в принципе, о частной собственности. Есть целая простойка людей, которые считают, что необходима национализация, и вообще не нужно, чтобы частный бизнес, так сказать, чем-то серьезно обладал и управлял. Вопрос такой, то есть, вот ваша оценка, откуда могут быть такие... «Дикие люди», «Дети гор» – это цитата из классики. Ну хорошо, а такой вопрос очень простой. Чем это чревато, то есть, такой подход, по вашему мнению? К чему это может привести? Ну, нужно быть корректным. Есть, конечно, некая такая мода эксплуатировать вот эту протестную тему по поводу того, что во всем виноваты олигархи, которые на самом деле ни в чем не виноваты, кроме того, что экономическая эволюция, развитие переходной экономики, развитие рыночных механизмов, оно проходит определенные этапы. И, очевидно, так называемая олигархизация, хотя я там противник этого термина, не люблю его использовать, потому что он какой-то такой идиотские оттенки приобрел в последнее время, особенно. Вот, это такой этап, через который должны пройти. Это концентрация, которая затем, под влиянием рыночной экономики, под влиянием естественных экономических факторов, перейдет в какое-то более, так сказать, опять же, для своего этапа естественное русло. Ну, а в конце там какой-то свободный рынок с относительно небольшим влиянием государства в идеале. Вот, частная собственность – это, знаете, единственный инструмент, мне кажется, и максимальная ее защита, и максимальная, я думаю, сейчас поддержка идей предпринимательства, поддержка идей формирования хорошего инвестиционного климата – это единственный способ, мера, путь, на который Украина может рассчитывать для выхода из кризиса. ВВП у Украины небольшой. Государственные расходы абсурдно велики. Все, что делает государство в экономике, довольно неэффективно. На самом деле, чем быстрее мы пройдем все этапы эволюции по передаче максимального количества секторов экономики, предприятий, компаний, за исключением ключевых каких-то единичных, стратегических подразделений или предприятий, в частные руки, тем лучше. Для того, чтобы не наступить на те же грабли, когда новый собственник, часто так было и до сих пор есть, ненамного эффективней, чем государство. Примеры привести или и так понятно? Есть там некоторые полу-государственные нефтяные компании. Слушай, мы с вами сейчас сидим, сидел с этим представителем партии «Свобода» и спорил. Он мне сказал о том, что о чем вы рассказываете, дойча бана государственная получает прибыль, а железные дороги в Великобритании частные, и они убыточны. Нашел пример? Да, и, наверное, таких примеров достаточно много. Знаете, если посмотреть на мировую статистику, то половина новых бизнес-проектов, если не большая часть, становится неуспешной. Но если посмотреть на статистику, динамику, особенно на такую вещь, как эффективность работы капитала или вообще эффективность работы ресурсов в государственных руках, то сравнение будет однозначно в пользу частного собственника. Частный собственник, в отличие от государства, имеет прямую мотивацию. Он может быть неопытен, этот частный собственник. Он может быть, как бы сказать, недостаточно эффективен, но у него есть мотив. Если он не работает в прибыль, он умирает. Условно, как субъект экономической деятельности, государство может позволить себе сколько угодно в убытках и всегда найдется чем заткнуть. Помощью Международного валютного фонда, повышением налогов, сокращением расходов. Конечно, у тебя 53% или сколько у нас процентов. ВВП это расходы правительства. Ну, условно, государственные расходы. Ну, вот там на 10% сократили, вот вроде бы бюджет соптимизировали. Ну, расти должны, знаете, расходы, это вторая строчка. Финансовые отчетности. Первое, это доходы. И вот, что не умеет делать государство, для чего оно вообще не предназначено. По классике, да, вот сколько там тысяч лет уже истории государства, оно не предназначено для ведения предпринимательской деятельности. А экономика, это предпринимательская деятельность. Советский Союз развалился. САУ, проснитесь там, странно это слышать, от свободы, которая базируется на, который вообще-то проевропейский, который вообще-то должен быть, очень сильно должен быть, ты знаете, такой, очень сильно должен быть, да, да, очень сильно должен быть такой прозападный в смысле трендов, в смысле ценностных установок. А изменить отмена частной собственности, это в другую сторону. Туда, я даже не знаю, можно ли это всерьез обсуждать. Можно ли это всерьез обсуждать. Кому-то понравится, наверное. Относительно выступлений, которые сейчас снова возобновились в Харьковской области, население против добычи сланцевого газа. Чем это объясняется и что стоит за этими выступлениями? Насколько это опасная технология? Да, за этими выступлениями, по доброй уже нашей традиции, не стоит ничего, кроме специально сформулированных вбросов, направленных на раскачку определенных слоев населения, которым действительно банально страшно. Наши компании работают в Полтавской и Харьковской областях, и мы являемся непосредственными объектами нападок таких горе-активистов экологических, которым то мерещится инфразвук, то черные клубы ядовитого дыма, то еще что-то. Это я цитирую жалобы, которые на нас пишут в службу безопасности Украины, и так далее, с абсолютным пониманием, относясь к тому, что люди просто боятся, и им кажется, что действительно все так страшно, особенно после просмотра сюжетов каких-то там. Могу сказать, что, во-первых, ни одна частная компания в Украине на сегодня не осуществляет активных проектов по добыче сланцевого газа вообще, в том числе их не осуществляет, наши компании не планируют пока осуществлять. Во-вторых, вопрос технологий добычи сланцевого газа, особенно вопрос бурения пилотных скважин, их испытания и так далее, с точки зрения безопасности может быть возведен в абсолют, как любая технология, знаете, как общепит. Можно там отравить полгорода, а можно кормить десятилетиями, и все будет в порядке. Это вопрос стандартов и вопрос контроля за выполнением этими стандартами. Другой вопрос, может ли наше государство обеспечивать контроль за безопасностью, но это другой вопрос. С точки зрения того, что происходит сейчас, рисков нет абсолютно никаких, просто по той простой причине, что нет таких проектов. А когда они будут, они будут находиться под микроскопом, их будут выполнять ведущие мировые компании, стандарты безопасности которых кратно превышают стандарты внутренней безопасности Украины, это Шелл, это Шлюмберже, Халибертон. У этих компаний принцип safety first, безопасность прежде всего, возведен в абсолют. Знаете, там вот по полям автомобили ездят со скоростью 40 км в час, потому что превышение этой скорости считается опасным. В абсолют возведены требования безопасности. Это я к примеру привожу, что, казалось бы, когда никто на тебя не смотрит, едешь ты от скважины к скважине по полю, ты едешь со скоростью 40 км в час, потому что такой стандарт безопасности, быстрее опасно и так далее. Я думаю, тут можно быть абсолютно спокойным, уверенным. Индустрия обладает таким уровнем технологий, который позволяет все эти вещи делать без малейших проблем. Скажите, а вообще вот сланцевый газ, насколько это реальная альтернатива российскому газу в Украине? Смотрим на кейс США и понимаем, что это абсолютно реальная альтернатива. Другой вопрос в том, насколько мы можем коммерциализировать нашу ресурсную базу. На сегодняшний день все компании, которые работают по тематике сланцевого газа, работают с предположениями. Что такое оценка ресурсов? Вот все эти триллионы, о которых мы говорим, это не вопрос факта. Это вопрос предположений геологов о том, что исходя из таких вот геологических структур, из каких-то условий формирования этих залежей, исходя из информации, полученной при бурении других скважин не на сланцевый газ, можно предполагать, что энное количество ресурсов локализовано здесь-то, здесь-то, здесь-то. Что нужно сделать? Нужно пробурить пилотные скважины, их будет много. Ни одна, ни две, ни три, ни пять, ни десять не ответят о наличии либо отсутствии ресурсов целиком на такой большой территории. Их должно быть больше. После этого скважины должны быть испытаны, должен быть получен достаточный коммерческий дебет. Этот газ должен обладать достаточными характеристиками для того, чтобы, собственно говоря, называться природным газом и так далее. Это абсолютно реальный опцион, абсолютно реальный ответ, на который находится в области диалогии и технологий. Можем ли мы не получить ни одного километра сланцевого газа? Конечно, да. Можем ли мы получить 50 миллиардов с той же степенью вероятности в год? Мы сейчас находимся на стадии исследования этого вопроса. Ни в коем случае не добычи, потому все сентенции на этот счет нужно воспринимать под знаком вопроса. 50 на 50 в лучшем случае. На самом деле рисковость выше, не 50 на 50. Шансы на получение коммерческого газа, они ниже, чем 50%. И каждая из компаний, которая работает в этой сфере, здраво эти риски оценивает и понимает, что делает. Вот такой вопрос. У меня есть коллега один, который работает на громадском ТВ Донеччина. Его зовут Алексей Мацука. Так вот он сделал расследование, из которого стало очевидно, что вот эти все программы по раскачиванию ситуации, связанной с добычей сланцевого газа, зачастую финансировались из России. Напрямую Газпромом, потому что, так сказать, ну эта компания поставляет нам газ, и ей не выгодно появление конкурентов. Совершенно верно. Вы как считаете, вот то, что сейчас происходит в Каргасской области, это может быть продолжением этого же самого тренда? Мы не отслеживали так глубоко корни. Ну, здесь обычная ситуация, смотришь, кому выгодно. Есть два крыла у этой птички. Первое, конечно, каждый кубометр, добытый в Украине, это минус из выручки Газпрома. Второй вариант, это какие-то политические силы, которые там в региональных политических играх участвуют с точки зрения формирования определенного настроения у жителей этих районов. Потому что мы не можем сказать, что даже область охвачена протестами. Где-то там, где нет бурения, нет такой проблемы. Проблема есть там, где стоят буровые станки, и там, где есть какая-то активность. Как правило, она ограничена районом, прилегающим селом. И именно там, в свое время, год назад, проводились там митинги, раздавалась соответствующая печатная продукция. То есть, очень все просто. Ну, сказать, чтобы Газпром вел какую-то, знаете, прям такую системную пропагандистскую работу, наверное, нет. Но сокращение добычи в Украине, либо отсутствие у Украины перспектив замещения российского газа на 100% газом своим, либо газом любым другим, ну, конечно, это на руку Газпрому, это элементарная конкуренция. Элементарная. Спасибо вам большое.